Солдат, который был много раз ранен в руки и ноги, спал на голой мёртлой земле и видел смерть на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй, таков каждый солдат Советского Союза. И хотя прошло 75 лет со времён страшной и одновременно Великой войны, мы знаем о них и помним, тех, кто нас покинул. Говорит Москва, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Герои Советской Армии многие ценой в жизнь подарили нам мирное время. Они сражались, заглушив страх и идя вперёд за Родину, за Отчизну. Среди них был и Космал и Усмонов. Но он был не просто рядовым солдатом, а тем, кто пускал мины, что взрывали радиус десятки метров. Он воевал до самого Берлина и встретил там победу. Остался жив, но почти подарил слух поколению советского народа. Мы заряжали миномёт, запускали и убегали, потому что взрывы были страшные. Можно было оглохнуть. Мы закрывали пальцами уши и открывали рот. В то время, кто не защищался, так обливались кровью. Я видел, как отрывались головы и другие части тела. Не дай бог увидеть это любому из следующих поколений. Миномётчик, солдат Волховского фронта, освободитель. Благодаря ему были спасены тысячи советских солдат, попавших в плен вражеской армии. Я участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал Польшу, Австрию, Прагу и Украину, но и Берлин. В 1945 году я был в Берлине. Мы, мужчины, плакали, обнимались, не верили. Потом часть забрали в Москву на парад. Я со своими остался дальше служить. Приехал и женился на 18-летней девчонке. Наверное, сильно хотела замуж. У ветерана 9 детей, 29 внуков, 43 правнука и 1 праправнук. Несмотря на то, что ему 98 лет, здоровье у дедушки крепкое. Лишь слышит он нехорошо, но в целом в уходе особом герой не нуждается. Слава богу, всё цело. Да и юмор сохранился весьма молодёжный. У меня тогичное. Су и чептурчо. А не мне. Су, и чептурчо. Вот эту историю он вам уже рассказывал, как они захватили немцев. То есть они пошли со своим однополчанином вместе. То есть они где-то были вроде в лесу в Европе. И у них не было патронов. Они были просто с пустыми боеприпасами. Не увидели немцев. И наставили на оружие немцев. Немцы испугались, хотя немцы были вооружены. И вот он сказал 20. Ну, примерно, только было. И вот они захватили немцев, привезли их обратно в свою часть или где они там были. И всё это без патронов. Вот эту историю я запомнил. Именно за такую отвагу, как, например, будучи вдвоём обезоруженными, взять в плен десятку вооружённых врагов. Его наградили медалями. В частности, он награждён медалью за отвагу. Боевые награды юбилейные, медали в честь победы. После войны работал в колхозе Чубского района и Сыкульской области. Сейчас 98-летний герой пенсионер и встречает 75-ю годовщину. Победы. Айзада Румбаева, Лукбек Азизбеков, Пирамида.